Приветствую, друзья! Спонсором данного видео является университет Алексея Полянска. Это индивидуальное обучение по Excel и Google таблицам. Если вы хотите стать лучшим экспертом в своей компании в этом направлении, то под этим видео будет ссылка, перейдя на которое вы можете записаться на бесплатный урок, вас протестируют и сделают из вас настоящую Rambo Excel. Отлично! На сегодняшнем занятии у нас речь пройдет о дашбордах. Это интерактивная панель, с помощью которой можно быстро ориентироваться в данных как начинающим пользователям, так и уже продолжающим. Во-первых, давайте познакомимся с данными, которые нам сегодня предстоит обрабатывать. Это статистика продаж. То есть есть дата, менеджер, станция метро, откуда пришла заявка, стоимость, которую оплатил клиент, вид клиента, то есть корпоративный или физлицо, соответственно, вид услуга или товар, да, источник, с которого пришел клиент, это Яндекс.Директ, Фейсбук и так далее. День недели и, соответственно, отдел продаж. Первое, что мы должны понимать при построении любого дашборда, это его структура. То есть давайте добавим новый лист, назовем его дашборд. И примерно нарисуем схему, какая должна быть. Нам нужна дата, скорее всего, мы будем вставлять временную шкалу. Дальше нам нужно несколько срезов. Срез – это вывод фильтров на лист. Тут у нас будет день недели. И, соответственно, под ним у нас будет источник. Вверх выведем максимальное, среднее и суммарное. По данному периоду, который у нас будет фильтроваться при помощи временной шкалы. И сюда, соответственно, мы выведем два графика. Первый график у нас будет по менеджерам. А второй, соответственно, мы сделаем процентовым по типу клиента. Вот, то есть обязательно делать именно так. Каждый руководитель всегда смотрит те данные, которые ему интересны. Поэтому лучше вместе с ним прийти, примерно набросать, да, что конкретно он хотел. И уже исходя из этого, устроить дашборд. Далее нам необходимо построить три сводных таблицы. Первая сводная таблица у нас будет показана максимальная, суммарная и, соответственно, среднее значение. Заходим в ставку. Таблица. Сводная таблица. На новый лист. Ок. Вот, здесь нам что важно? Нам нужно поставить стоимость и несколько раз ее перетащить в значение. Таким образом мы получим три статистики. То есть первая статистика это максимальная. И выбираем правой клавишей итоги по максимуму. Далее выбираем среднее. И, соответственно, также у нас есть и сумма. Здесь, чтобы это все оставить без названия по полю стоимость, можно убрать текст после пробела. Обратите внимание, что пробел обязательно нужно оставить, иначе будет ошибка, которая будет говорить, что дублируются поля сводной таблицы. Так, соответственно, оставляем сумму. Ок. После чего нам необходимо уменьшить разрядность. Также можно делать главное. Уменьшить разрядность среднего. И, соответственно, теперь мы переносим данные в наш дашборд. То есть максимум у нас переносится равно ячейка максимум. Тут, соответственно, меняем на D, сумму меняем на C. Ок. Таким образом у нас получилось максимальное, минимальное и среднее. Здесь мы немного увеличим размер строки. Так, ок. Далее нам необходимо перенести таблицу по менеджерам. Для этого мы также здесь строим сводную таблицу. Можно, чтобы не перестраивать, просто скопировать, вставить и, соответственно, изменить данные. Оставить стоимость и сумму. Вот. И добавить менеджер в строки. Вот вторая сводная таблица также готова. Выбираем вставку. Выбираем вставку и выбираем Instagram. Вставка, возьмем такую. Ок. Вырезаем, Ctrl-X, заходим в дашборд и вставляем ее в место установки для менеджера. Ок. Делаем чуть столбцы пошире, чтобы у нас несколько уместилось. И, соответственно, через формат уменьшаем ширину до 10. Ок. Опять заходим в лист 3. Назовем его сводной таблицей. Назовем его сводной таблицей. Вот. И делаем третью сводную таблицу, которая будет показывать нам тип клиента. Выбираем менеджеров. Убираем и оставляем клиент. Ок. Также строим диаграмму. Обратите внимание, как выделяю данные для построения. Заходим вставка. Выбираем круговая. Вырезаем. Заходим в дашборд и сюда, соответственно, его вставляем. В формате также выбираем ширину 10. Ок. Теперь мы создадим два графика. И нам осталось их подключить. Нужно понимать, что это у нас сводная диаграмма, поэтому необходимо отключить кнопки полей. Ок. Теперь подключаем, соответственно, срезы. Нам нужен срез по дню недели и по источнику. Мы заходим сюда. Выбираем сводную таблицу любую. Выбираем вставка. Далее выбираем фильтры, срез. И нам нужно поставить день недели и источник. Выбираем день недели, источник. Нажимаем ОК. Получаем два среза. Выделяем их. И через Ctrl-X можно их принести сюда. Соответственно, переносим их левее. Так, день недели. Так, и переносим их на место установки. Выделяем. Заходим в параметры. Подключение к отчетам. И здесь выбираем нашу сводную таблицу. Один, два, три. То же самое делаем и со вторым срезом. Подключение к отчетам. И выбираем нашу сводную таблицу на листе сводной таблицы. Осталось также нам внедрить еще и временную шкалу. Выбираем вставка. Фильтры. И временная шкала, соответственно, по дате ОК. Также вырезаем ее и переносим в наш дашборд. Вставляем так и получаем результат. Также ее необходимо нам будет подключить. Заходим в параметры. Подключение к отчетам. И выбираем сводные таблицы, которые будут фильтроваться при помощи данной временной шкалы. ОК. Теперь немного давайте наведем здесь порядок. Под уменьшим размеры срезов. То есть, смотрите, здесь у нас вот, допустим, есть срез. С параметров можем точно посмотреть его размер. 4 на 3. Да, он будет чуть не хватать. Сделаем 5. Да, сейчас отлично влазит. И то же самое сделаем со вторым срезом. Сделаем, допустим, его 7. ОК. Через Ctrl выделим оба среза. И здесь выберем выровнять по левому краю. То есть, таким образом они будут максимально находиться друг по другу. Далее перенесем значение вверх и получим результат. Теперь давайте отформатируем наш текст. Текст лучше форматировать шрифтом в Center Gothic. Вот, выровняем его по центру вверху. Сделаем его чуть побольше. Полужирным. Так. И шрифт давайте возьмем зеленый. ОК. Тут, соответственно, мы сделаем формат рублей. Для цифры лучше использовать FB-агency. Также его чуть подувеличим. Выровняем по центру. И возьмем более серый и полужирный. Так. ОК. Получили результат. Теперь нам нужно распределить наши графики. Да, мы также их чуть подувеличим. Здесь нам нужно разместить под легенду, соответственно, данными. Внизу. ОК. Подписи нам в графиках здесь не нужны. Это и так понятно. Также мы выбираем шрифт, чтобы у нас был везде один и тот же. Это Center Gothic, который мы всегда используем для текста. И, соответственно, тут то же самое. Вот. Теперь здесь делаем агенцию BIM. ОК. Далее. Теперь нам нужно определить ширину двух наших графиков. Да. К примеру, мы поняли, что на глазок так плюс-минус. Итог. Здесь нам легенда не нужна, потому что данные здесь одни. Теперь нам нужно сделать, соответственно, подписи данных, метки данных. И убираем в центре. ОК. Чтобы у нас формат показывался не в количественных, а в процентах, нам необходимо зайти в формат подписи данных, выбрать незначение, а доля. После чего также присвоить им шрифт агенции BIM, сделать их побольше, сделать их полужирным. И, соответственно, сделать заливку текста в желтую. А сам текст, соответственно, вот такой вот. Так. ОК. Теперь переходим к второму графику. Мы также выделяем данные. Далее выбираем подписи данных. И выбираем в край сверху. ОК. Используем шрифт FBA агенции. И сделаем его чуть побольше, просто-напросто. И можно еще добавить контур фигуры. И выбрать, допустим, вот такой. ОК. Заливку, соответственно, также ставим желтую. Теперь нам нужно разместить нашу дату пониже чуть-чуть. И сюда. Так, так. Все работает. Убираем ленту. И делаем заливку. Соответственно, заливку можно делать также серым цветом, чтобы она просто-напросто немного выделялась. Соответственно, главное, заливку делаем цветом после, первый, после вот этого. Класс. Бывает такое, что когда у нас нажимают на срезы, их перемещают. Чтобы вот их не перемещали, мы можем выбрать размеры свойства, выбрать положение и макет, отключить изменение размера. То есть, теперь, да, пока здесь галочка не появится, данный срез перемещаться не будет. Допустим, если нам интересно, сколько клиентов пришло с Фейсбука, мы просто выделяем в Фейсбук. Да, данные перестраиваются. Соответственно, если с Фейсбука и с Яндекс.Директа мы также их выделяем, они перестраиваются. К примеру, если в понедельник, да, во вторник и так далее. И также можно, допустим, выбрать по годам 2020, 2021 и, соответственно, так далее. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok